Отключите все электрические приборы от сети, потому что будет слишком много электричества! Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее! С вами я, Фауст, вы на канале Friday School, и сегодня мы разбираем ваши претензии по поводу прошлого видоса. Да, про вокал Дэнни Филта было мало сказано, ну просто потому что... Да и сказать больше нечего, всё просто как пять копеек. Главное учиться, тренироваться, а для этого вы сможете записаться, кстати, в нашу школу на занятия. Теперь к делу. Вот бывало ли у вас такое? Вот сидите вы и любите группу Static X, а Уэйн Static умирает. Вот у меня было. Ввиду того, что пару месяцев назад группа сделала жирный релизец, надо бы вспомнить, а как, собственно, ртом работал Уэйн при жизни. Для начала давайте немного затронем биографию. Уэйн Static, он же Уэйн Ричард Уэллс, родился 4 ноября 1965 года в Москегоне, штате Мичиган. В три года проявил интерес к игрушечной гитаре, за что в 7 лет получил настоящую, и окупил победой в конкурсе талантов год спустя. 12 лет уже был в первой своей группе, и до него дошло, что надо бы стать музыкантом. В 1987 году в Чикаго он поиграл с будущими Smashing Pumpkins в постпанк-группе Deep Blue Dream, но потом вдруг переехал в Калифорнию, забрав с собой барабанщика Кена Джей, чтобы он не доставался никому, и резко подружился с басистом Тони Кампасом и гитаристом Коэти Фугудой. А сам взял в себе псевдоним Уэйн Статик. И как собрал группу Static X? Да, казалось бы, биография до группы не отличается чем-то особенным, всё по законам жанра, с детства музыкант, но всю жизнь музыкант, в России у нас такие чаще спеваются, а вот Уэйн... Эх, давайте о самой группе в общем. Дебютный альбом Wisconsin Death Creep стал платиновым, что уже говорит о том, что статики довольно резво и бодро ворвались в мир тяжелой музыки. Группа уже тогда сформировала свой стиль, вдохновленный такими мастодонтами, как Ministry Nine Inch Nails, Slayer, Type of Negative, Pantera и прочими. Группа стабильно держала планку, играя в своё злое диско, как они сами и называли, кстати. И в 2007-2008 году Уэйн объявляет о сольном проекте Pickhammer, а к 2009-му он распускает Static X ввиду внутренних конфликтов и занимается сольным творчеством, и также пытается пересобрать команду. В итоге он создает проект, названный своим именем, что по звучанию от Static X не сильно и отличается. А осенью 2014 года, не дожив до своего дня рождения, Уэйн умер. В первой версии были запрещенные вещества, но Уэйн на момент смерти был чист аж с 2009 года, но по большей степени Static X сгубил алкоголь. К сожалению, легендам свойственно уходить, когда этого никто не ожидает. На данный момент Static X вернулись к своему творчеству и вовсю дают концерты и новые релизы, взяв на вокал загадочного Ксера, который в принципе использует те же приёмы, что и Уэйн. Но загадка остаётся загадкой. Кто же этот Эцель Доуп из группы Доуп под маской Ксера? А теперь про вокал. Высокий грит, чёткая компрессия голоса, разговорный головной звук с расщеплением – это всё Уэйн Статик. Живую дядьку звучал круто, но при этом не сильно напрягал связки, поскольку как такового крика он не сдавал. Всё на громкости разговора. Основной бутерброд выглядел так – головной звук, издающийся расщеплением, сверху компрессия, а снизу слегка поддавливается грудным. Вот и весь секрет. Дополнительная игра с гортанью, которая опускается вниз для гроула, вверх для скрима. Тванг тоже присутствует, нёба держится чётко. В записи мы слышим сразу несколько дорожек вокала, которые делают звук ещё круче. Единственная проблема Уэйна была лишь в том, что иногда он мог слететь с опоры и поддать больше компрессии, что приводило к большему сипению. Но он сразу косяк умел исправить. А так это нормальная ситуация для любого вокалиста. Кстати, KX лично моя любимая группа и далеко не с Need for Speed, а с дешёвых MP3-сборников, альтернативы и рока для всей семьи. Ну помните, такие диски были. Тем не менее, группа выделялась не только вокалом, а целой синергией музыки, харизмы и электронного безумия, раздаваемого со сцены. Поделитесь, кстати, в комментариях любыми песнями группы, а я пока с вами попрощаюсь. Кстати, до новых встреч!